Армен Чебухчан 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 То есть, на самом деле, они, я думаю, обменялись мнениями, может быть, и требованиями, может быть, что кому-то что-то предложил. Однозначно, в пресс-релизе не сказано всего того, что они говорили, и я уверен в этом. И я думаю, что все-таки такие встречи, хотя и не на таком масштабе бывают, мы знаем, что директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с Нарышкиным, и все-таки, я думаю, что были обговорены какие-то условия, США выдвинули свои требования, Москва сказала, на что она готова. Все-таки, я уверен в этом, что они поменялись мнениями и условиями. Ну, а с Владимиром Путиным вообще еще возможно договариваться, как на ваш взгляд? Или это совершенно уже такая история непредсказуемости его личного выбора, настроения, и здесь уже невозможно искать каких-то рычагов воздействия и взаимодействия? Вы знаете, если Владимир Путин поменяет политику, выведет войска из Украины, будет готов на сотрудничество, выразит готовность выплатить репарации, сотрудничать с Западом, и в то же самое время сможет остаться у власти. Я думаю, что да. Смотрите, ведь для Запада что главное? Для Запада главное, чтобы Россия сейчас не победила и пошла на те условия, которые ей предлагает Украина и Запад, на те компромиссы. Естественно, что те условия, которые я перечислил, они вместе взяты невозможны, потому что если Владимир Путин пойдет на такие уступки, вряд ли он может остаться у власти, и тем не менее, вряд ли, что он может остаться в живых. Это тоже очень важно понимать. Так что нет, я думаю, что если быть объективным, Запад не пойдет на переговоры, то есть не имеет смысла идти с ним на переговоры. Это может быть только в одном случае, не дай бог, если конфликт затянется, если российским войскам, не дай бог, удастся переломить ход военных действий на поле боя, тем самым Путин может выдвинуть условия. То есть если Украина не сможет добиться никаких успехов, здесь в США республиканцы могут победить на президентских выборах, потому что очень сильно повлияет поражение Украины на поле боя, на рейтинг Джозефа Байдена. Это надо учитывать. А если тем временем и властик придет, не дай бог, Дональд Трамп со своей группировкой «Мага» и со своим изоляционизмом, то первое, что он сделает, естественно, он пойдет на переговоры с Путиным и с Китаем. Второе, что возможно, если, не дай бог, Итай создает какой-то такой блок, о котором достаточно-таки прозрачно намекал Ван И во время Мюнхенской конференции безопасности. Ведь не случайно, ведь в этой речи же был очевидный шантаж, если прислушаться, о чем говорил главный человек, который занимается в Компартии Китая внешнеполитическими вопросами. Он достаточно-таки прозрачно намекнул, что если Запад не будет учитывать интересы Китая, то конфликт может стать блоковым. О каком блоке можно говорить, если сейчас Китай формально ничью стороны не держит? То есть ни в каких блоках они не находятся. Так что Ван И прозрачно намекнул, что если вот этот конфликт обострится, если не удастся договориться, если Китай будет вынужден втянуться в эту войну, то тогда могут образоваться блоки. А самый такой очевидный блок, если в Китае все-таки решит ввязаться в эту войну, будет блок четырех, по минимальным моим, это еще минимальным расчетам будет блок четырех. Это будет Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Это по минимальному расчету. По максимальному туда может и примкнуть в любой момент Турция и еще другие страны. Маленькие, еще, не знаю, большие. Если туда примкнется Турция, туда может и примкнуться и Пакистан. Потому что мы знаем, что несмотря на все-таки неплохие отношения США и Пакистана, есть еще и очень хорошие отношения Пакистана и Китая, Пакистана и Турции. Так что здесь я просто так накидываю, это я в пример привожу. Потому что если, смотрите, все-таки вот такой блок создаться, не дай бог, это уже будет третья мировая война. Если не горячая, то холодная мировая война будет, блоковая война будет. И тогда ведь Пакистану надо будет решать, он кому в Азии примкнется. Китаю или же к другому блоку, например, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Кореи, которые в тот же момент, ну, Южной Кореи, создадится против. Одним словом, Китай шантажирует Запад сейчас, что если это все обострится, не удастся договориться, это все может превратиться в такую большую мировую войну между блоками. И тогда уже результат и также уже последствия вообще будут непредсказуемы и очень опасны для мира. То есть Китай это лоббирует, это намекает, посылает такой месседж для того, чтобы какие-то свои интересы отстоять. Но их интересы заключаются в чем? Как прочитать это послание Китая? Смотрите, еще два месяца назад, когда еще Китай еще и предложение не делал, которое, по мнению вообще, про кремлевское, про московское предложение, которое он выдвинул. 12 пунктов этих, да? Вы говорите об этом. Да, 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 которые ни о чем, кроме первого пункта. А потом в дальнейших 11 пунктов нет ничего того, что будет гарантировать исполнение первого пункта. Понимаете, вот в чем вопрос, да? Там даже нет вывода российских войск, которых бы тоже было выполнением первого пункта. Так что это все размазано, это все, не знаю, понимаете, это все было сделано фиктивно, потому что на самом деле то, что требует Китай, это совсем другое. Вы смотрите, после того, как, если я не ошибаюсь, Трамп ввел дополнительные налоги на продукцию, которые были на экспорты из Китая, Китай уже тогда начал терять очень много в экономическом плане. Поверьте мне, очень многие здесь торговали китайскими продуктами дешевыми. Они, вот самый распространенный бизнес в Америке был привозить из Китая любые, от, не знаю, часов до покрышек автомобиля. Все, и продавать это по высоким ценам на Амазоне, на любых торговых площадках. Здесь есть такие оптовые места, любой человек может взять на помещение, забить там продукты из Китая и по более-менее таким хорошим ценам продать. В общем, это был очень распространенный бизнес в Америке. И после этого, вот вы не представляете, сколько людей лишь решилось с работой. Сколько людей прекратило торговать, потому что это стало уже невыгодно. То есть, если можно сказать, больше половины, я не совру, если скажу, больше половины потеряло вот возможность так торговать, потому что уже налоги были такие, что было выгодно привозить уже тем, кто в очень больших количествах привозит. И еще второй аргумент. Когда США наложили санкции на высокотехнологическую отрасль, которая должна была импортить. Я в основном говорю о чипах, о которых Иван И намекает, и вообще Китай намекает, что США должны снять санкции, потому что от этого зависит высокотехнологическая область отрасли Китая. А мы знаем, что для Китая это очень и очень важно. На самом деле США понимают, если они сейчас пойдут на уступки, то через 10 лет, 15 лет, это самое большое, они будут иметь еще большую проблему, потому что сейчас, пока еще Китай критически зависит от европейских и американских рынков, сейчас еще можно поставить Китай на место, чтобы лишить его возможности в следующем или через 10 лет диктовать свои условия в мире. Чтобы американоцентричный мир не превратился в Китайцентричный мир, так сказать. И вот сейчас Китай требует, чтобы ему разрешали развиваться такими темпами, что он и делал несколько лет назад. Китай требует справедливости по-своему. Но ведь же если посмотреть слишком справедливо и очень справедливо, надо же признавать, что кроме вот этого экономического чуда Китая, о котором они очень много говорили, на самом деле толчок в китайской экономике дали именно западные компании и западные технологии. Кстати, которые, я когда был в Китае, очень интересно было, очень многие там шептали, что вот когда мы беседовали даже с министром финансов и так далее, и так далее, и так далее, и еще, очень многие разные журналисты были, эксперты были, которые шептали, что вот экономическое чудо Китая, вот такой взрывной, какая взрывная такая удача, как бы сказать, началась с того, что китайцы начали красть французские технологии четвертого поколения. И очень большая вот сеть китайских шпионов фигурировала и действовала во Франции. Пока французы догадались, что происходит, уже было уже слишком поздно, и достаточно технологий китайские шпионы смогли передать в Китай французских технологий. Об этом очень... Я, естественно, не смогу подверг, потому что, не думаю, очень многие не смогут там доказательства привести, но очень многие шептались об этом и говорили, что вот именно поэтому Китай смог технологически вырасти, производить телефоны такие хорошие и так далее, и так далее. Вот. Сейчас Китай требует от США, чтобы ему с ним считались, не ограничивали его в его влиянии, потому что мы знаем, что Китай не только пытается или не только, например, держит, хочет всю Центральную Азию под свое влияние, как бы свое влияние распространить на всей Центральной Азии, но еще Китай в очень многих регионах, в том числе и в Африке очень активно начал действовать. Китай начал вложить деньги в очень многие страны, которые очень далеко от Китая, потому что почему? Китайцы понимают, если они будут увеличивать зарплату каждому китайцу, на год с каждому пенсионеру китайцу, а вы знаете, что китайцы долгожители, вот именно поэтому и население вот так выросло, то государственная казна и все сбереженные деньги, они закончатся очень быстро. Всего лишь если они поднимут всем зарплату в 10 долларов, то, например, если у них там резервный фонд был 10 триллионов долларов, то эти 10 триллионов через несколько месяцев просто закончатся, максимум через год. И что они сделали? Они начали строить города, они начали строить в других странах, инвестировать в других странах и так далее. Очень много они вложили денег в разные регионы и другие страны и начали увеличивать свои экономические возможности и влияние в мире. И вот сейчас они хотят просто разделить влияние в мире США, они хотят, чтобы им позволили и допустили. Но ведь здесь на самом деле есть вот в чем же вопрос. Вопрос в том, что именно западные компании и западный рынок позволили Китаю вот так вырасти. Потому что вот те дешевые и, давайте скажем честно, вот не очень-то качественные китайские продукты или вещи, они же благодаря европейским обеспеченным и американскому обеспеченным рынкам начали продаваться массово. Так что если сейчас просто... А ведь любая страна имеет право защитить своего производителя. И вот сейчас, поскольку затруднилась жизнь с Китаем, Китай понимает, что если так будет продолжаться, они начнут сильно оставаться и в экономическом плане, и в технологическом плане, то сейчас, если они сейчас допустят полного поражения Путина, то это на десятилетия вперед может закончиться катастрофой для Китая. Вот в чем вопрос. То есть они начинают намекать, что для них это также и вопрос будущего выживания. То есть они думают на 20 лет, в отличие, кстати, от Путина, китайцы думают на 20 лет, на 30 лет вперед. Еще чего они боятся? Они боятся, что все-таки в России по причине поражения, как в истории очень много раз было, вы знаете, наверное, может царь поменяться вдруг, вдруг там совсем, то может прийти власти, власти могут прийти либералы, которые на самом деле будут стремиться к сотрудничеству с Западом. То есть это будет сотрудничество против Китая. Они это тоже понимают. Поэтому Путин Си Цзиньпинь очень выгоден, потому что Путин уже, уже он придаток России, сегодняшняя Россия уже, к сожалению, уже придаток Китая. И тем самым она становится еще опаснее. То есть единственное утешение и единственная надежда в этом вопросе, что все-таки зависимость Китая от европейских рынков и рынка Америки и Канады также, и очень многих таких крупных стран на Западе, зависимость очень большая. И все-таки они не пойдут сейчас на такое обострение, потому что если обострение будет, тогда и будет обострение, то есть Си Цзиньпинь будет вернуть Тайвань силой. А ведь Тайвань сейчас очень хорошо вооружен. И я вам скажу, это будет очень-очень трудно для Китая нанести военное поражение Тайвана. Потому что не только он вооружен, там вообще очень трудно будет просто физически захватить Тайвань, потому что вы знаете, он остров, Тайвань это остров, а зоны, из которых Китай может зайти просто военным путем, взять Тайвань, очень мало. Эти зоны очень сильно как бы охраняемы и очень давно рассчитаны. Там, не знаю, несколько десантов. даже 20 таких как бы удобных мест нету для высадки как бы китайского десанта, понимаете. И все прекрасные США знают, где эти места, и Тайвань все прекрасно знают, где эти места, куда будут просто вынуждены пойти китайцы. И эти места очень сильно охраняются. пойдет и западная техника. То есть при китайце понимают, что начнется третья мировая война, и не факт, что они будут победить. То есть риск того, что в этой войне Китай проиграет, он довольно-таки большой. Самый большой риск в том, что если начнется такая третья мировая война, то к сожалению она может перейти и вообще первую ядерную войну. Поэтому все понимают это, и Китай прекрасно понимает. И если Китай пойдет ва-банк, не дай бог, то сегодняшняя игра, то, что мы сейчас видим, то, что мы сейчас понимаем, ситуация на 180 процентов может измениться. Что касается того сценария, который вы описали, как это представляет Китай, возможно, о том, что если Путин уйдет внезапно, то либералы могут прийти к власти. Как вы сами его оцените? Насколько это вероятно? Ведь многие эксперты говорят, что Путин это не один человек, это уже целая система выстроенная, и поэтому так просто ее не поменять. Вот так, что либералы пришли и что-то изменили, но такого не будет такой трансформации. Как вы оцениваете вообще вероятность такого внезапного ухода Путина, о чем, кстати, нередко говорят тоже ряд политологов в Ютубе, в том числе Валерий Соловей, если вы знаете, здоровье самого российского президента, что скажете? Вы знаете, вот на самом деле я, честно говоря, не так уж верю некоторым людям, о которых вы тоже поминули, потому что, давайте честно скажем, то, что этот человек говорит из России, многим не дозволено так разговаривать или такие вещи говорить. Это вообще фантастика, да? Я в фантастику не верю такую. Это даже, не знаю, даже не научная фантастика, это выше этого. Второе, это делается специально, что якобы сейчас Путин умрет, сейчас Путин умрет, не надо добивать Россию, сейчас Путин, не надо делать революцию, сейчас Путин умрет, не надо голосовать против изменения обнуления Конституции, сейчас Путин умрет, и все понимают, ну сейчас Путин умрет, давайте сейчас не будем идти против этого полицейского государства, понимаете? Это очень интересная технология, которая, кстати, она не нова. Ее очень много раз применяли. Их тоже и в постсоветском партнерстве. Очень часто применяемая технология в случае диктаторов. Если, понимаете, это никому не то, что не помогает. Всегда надо понимать результат, кому выгоден результат вот такой пропаганды. Единственный бенефициар от того, что говорит, что Путин умрет, это Путин. Потому что Запад сейчас начнет думать, ну если Путин умрет, если такие вещи есть. Понимаете, именно из канцелярия Путина могут быть такие выбросы, бросы, что именно у Путина рак. Понимаете, тогда давайте сейчас не помогать Украине. Тогда давайте договариваться, все равно он умрет и с другим договоримся. Ведь этот человек уже несколько лет говорит, что Путин умрет. А ведь Путин все агрессивнее и агрессивнее становится, понимаете. Так что в эти вещи я не верю. В такие чудо-юдо я не верю, что из России можно такие вещи говорить и оставаться. Не только... Еще в живых еще, да, на свободе оставаться. Илья Яшин, вы знаете такого, да, он говорил намного меньше не такие вещи, понимаете, еще. Его сразу посадили, не дали договорить. Всего лишь один YouTube канал был у этого человека и так далее. Так что этот вопрос к вопросу, что кто говорит. Второе, вы очень интересную вещь сказали. Смотрите, сначала, вот как это работает, по моей логике. Если украинское контрнаступление будет удачным, и если особенно под ударом окажется Крым, вот как это работает. Ведь вы очень правильно сказали, Путин, коллективный Путин, это не один Путин. Путин сам единолично такого решения принять не мог бы. Это группировка, это преступная группировка, которая у власти. Это группировка, которая решила, что она может стать вот той силой, которая переменила историю, воссоздала Российскую империю, мощь Российской империи. И, понимаете, ведь войну-то зря начали, потому что для того, чтобы в 21 веке иметь влияние на соседние страны, не надо иметь оружие, надо иметь технологии. Ведь тот же Китай, у которого несколько миллионная армия, от двух до трех миллионов начитывается китайская армия, я еще не говорю о резервах китайской армии. Вы представляете, какая это сила? Она не захватила мир войском, она не нападала ни на кого. Несмотря на то, что у Китая, вы же сами понимаете, в военном плане несколько раз больше возможностей и в технологическом плане, потому что, смотрите, какие телефоны, какие машины создает Китай. Естественно, это отражается на качестве оружия, не может это не отражаться. Если ты не можешь производить утюг, ты не можешь производить нормальную ракету. Вот поэтому я уже больше десятка лет говорю, что не может у России быть качественное оружие. Его много, да, его много. И еще то, еще какое-то кое-какое качественное оружие, которое еще тогда уступало западному, еще тогда. Но поскольку это делали советские, это делали советские, может там какое-то качество есть, да, еще. Потому что Советский Союз с грехом пополам производил машины, да. Несмотря на то, что на базе немецких машин после Второй мировой. Потом попросил итальянцев помочь машины производить. Вы помните, да, пригласили ФИАС, чтобы там Жигули создать и так далее. Но что-то в этой стране создавалось. Плохое, некачественное, оно создавалось. А Россия, она сама, понимаете, она сама себя загнала в угол. А вот эта коррупция села эту страну, которая могла просто создавать вот все эти деньги, которые они украли. Все, вот, вот все эти друзья Путина, все эти олигархи, эти бизнесмены. Вот всю так, эту коррупционную систему, которую они создали, чтобы сами смогли бы украсть. Потому что, если все крадут, всем хорошо. Никто не будет, кроме простого человека, который ничего не имеет, да, создать политическую систему, чтобы охранять свое имящество и так далее. Вот если бы они создали вот такое государство, все бы вложили вот в это сколково, не знаю, да, миллионы бы. Приглашали бы любых таких атишников из любых стран, профессоров, не знаю. Сейчас бы уже Россия была бы на таком уровне, что не Китай бы, а та же Россия стала бы еще одной очень сильной угрозой Западу в вопросе конкуренции. И тогда бы постсоветские страны хотели бы оставаться друзьями России, потому что, смотрите, в некоторых постсоветских странах, во всех постсоветских странах, кроме некоторых, да, Россия ничего не производит. Просто она взяла рудники, не знаю, такие, все природные ресурсы захватила, захватила такие, такие примитивные отрасли, которые просто надо делать такие, ну, некоторые вложения и все время внести деньги из этих стран, выносить деньги. Это, например, электроэнергия, это транспорт, это тоже такие природные ресурсы и больше ничего. Вы смотрите, вы поищите, где Россия где-нибудь создала завод спичек, который она производит и экспортирует куда-то. Да нигде она это не создавала, нигде, почти нигде. В некоторых местах она там заводы, например, в Азербайджане там некоторые комплектующие КАМАЗы или собирает, да, в некоторых странах. Да, в основном ничего такого она не создает. Вакцина, Армен, вакцина, спутник. Да, да, вакцина, которую так и не признали, так и не признали. И еще непонятно, какие последствия эта вакцина может иметь. И вот как эта система работает, ведь этот коллектив Путин, там может быть 5 человек, 10 человек, 100 человек, там может быть разные касты, да, так сказать, люди первого влияния, второго влияния, третьего влияния и так далее. И сейчас они, если вот Украина сможет, ВСУ смогут устроить хорошее контрнаступление, что и укрепит позиции Байдена в Америке, и будет уже понятно всем, что реванша не будет уже больше, все, уже процесс пошел. У украинских войск такое преимущество, что уже назад ничего не повернешь. Вот тогда и еще под угрозой не только Крым, но и те территории, которые еще были захвачены с 2014 года, тогда уже будет работать так. А коллективный Путин будет понимать, что для того, чтобы спастись, надо просто избавиться от Путина и стать, например, коллективным Патрушевым, попытаться договориться. Ну, я не знаю, вот может Патрушев, может быть, не знаю, другой, да, но попытаться договориться с Западом, скинув Путина, просто пожертвовав Путиным, попытаться договориться с Западом, чтобы сохранить, например, Крым или другие территории. Если, смотрите, и вот здесь уже некоторое время может случиться так, что они или должны с помощью пропаганды поднести, что они будут спасать Россию, будут сохранять эти земли, они должны что-то обещать же своему народу, да. Если они подпишут капитулянский какой-то договор, то тогда и этим ничего не светит, понимаете, все-таки же выборы надо проводить. И во многом, смотрите, еще будет конкуренция, еще конкуренция начнется между ними самими, потому что все-таки коллективный Путин это система, понимаете, целая система, целое десятилетие на лице Путина, на жестикуляциях Путина, на лжи Путина была построена целая государство. Понимаете? Если не будет Путина, никто из ближайшего окружения Путина не может стать вот тем, как бы сказать, тем цементом, который может объединить вот все, укрепить и так далее. Я сомневаюсь, потому что все, именно все, вот сами эти люди строили все вокруг Путина и на Путине, понимаете. Так что я думаю, что и внутри них начнется, потому что же после того, как они скинут Путина, их военные возможности не увеличатся, они все-таки должны пойти на переговоры. А если пойдут на переговоры, им будут выставлены очень жесткие условия, в том числе и передача или уничтожение ядерных боеголовок, потому что Запад уже этот урок усвоил. И Россию, если Россия проиграет, ей не надут иметь столько ядерных боеголовок, понимаете. Потому что они будут и спасать Россию еще в какой-то раз. Запад, я думаю, не собирается. Потому что Путин и вся его команда несколько лет пыталась донести до народа, что Запад пытается нас уничтожить после 1991 года. Ведь Запад сделал все, чтобы Россия оставалась не только единой, но и все то тактическое, стратегическое ядерное оружие, которое было в других странах, подсоветских, сделало все, чтобы вот все это перешло к России, чтобы к другим, понимаете. И вот здесь была ошибка Запада. Вот лучше было, например, в Украине оставить вот эти ядерные боеголовки. И вот не Будапештский меморандум, а именно эти ядерные боеголовки были бы основой украинской безопасности. Так что я не думаю, что какое-то правительство в какое-то время, ну как вы помните, в 1917 году было, да, перед тем, как пришло Лена, там было какое-то временное правительство, вы помните? Не помню, но я читала об этом. Да-да-да, ну извините, да. После царя было время правительства, после этого уже произошла революция. Так что все возможно, потому что ресурсов строить диктатуру у других, как у Путина, не будет. Даже тем, которые являются коллективным Путиным, все равно после Путина они уже не будут Путиным, коллективным Путиным. Они уже будут, они, можно с уверенностью сказать, что сначала разделятся на разные группировки, потому что многие из них попытаются вернуть свое, которое под санкциями на Западе. Это тоже можно понять, потому что очень умные люди, среди них поймут, что это никаких, вот про что я говорил, что от этого, что Путин уйдет, военные возможности России не будут расти. А ведь очень многие вот в этом коллективе Путина поймут, понимают, что, то есть, нету никаких перспектив продолжать противостояние. И поэтому они сами начнут, некоторые из них, сотрудничать с Западом. И вот я не думаю, что это все будет длиться долго. Я думаю, что это все приведет все-таки к выборам. И я думаю, это все приведет к тому, что если вот эта хунта начнет сопротивляться и попытаться удержать власть в России после такого поражения, все-таки там реально может начаться революция. В обратном случае эта хунта может пойти на переговоры с Западом, отпустить, например, того же Навального, того же Карамурзу, Яшина и устроить либеральные выборы. Вот в этом случае они, некоторые из них могут, как бы, скостить себе сроки в международном трибунале. Если говорить о трансформации России, о чем вы упомянули, в каком формате она может в целом существовать и как будут дальше развиваться события. Недавно Путин встречался с сыном Рамзана Кадырова. Появилась информация в издании Билд опять о здоровье, да, но тем не менее появилась такая информация, что Кадыров предположительно может быть нездоров. И вот Путин встречается с его сыном. Насколько Чечня и вообще другие, возможно, субъекты Российской Федерации, это такая важная история сейчас взаимодействия для Владимира Путина. Как можете вот это прокомментировать? Насколько это важные регионы сейчас в стратегическом смысле для него, в политическом и так далее? Очень важные. Смотрите, почему говорят о плохом здоровье Кадырова. Если просто совместить факты один с другим, мы получим вот такой портрет. Владимир Путин понимает, что вот разделение России, он, кстати, очень боится, во-первых, Северного Кавказа. Очень боится, потому что он понимает, что если что-то начнется, начнется Северный Кавказ. Поэтому, а главным, как бы, главным триггером может стать Чечня, и чтобы вот сейчас просто уменьшить возможность того, чтобы от Чечни что-то началось, надо поменять что-то в Чечне, или сейчас вот эти пропагандистские такие слухи, якобы, Кадырову плохо, или на самом деле надо поменять Кадырова. Почему? Потому что, может быть, Чечня его не любит очень слишком. Понимаете, потому что сейчас, если начнется какое-то движение Северного Кавказа, там могут оказаться вот те самые настоящие чеченцы, которые воевали еще в 96-м году, в 95-м, в 2002-м, в 2003-м. Так что вот тогда, я думаю, из Чечни что-то может начнется. Я, честно говоря, очень трудно поднять, любят ли Кадырова в Чечне или нет. Если любят, тогда есть риск, что Кадыров сам может в один момент всех призвать к независимости и начать борьбу за независимость. Если не любят Кадырова, тогда это могут сделать те, о которых я только что сказал, люди, которые воевали в свое время, имеют очень высокий авторитет чеченского народа. То есть они продолжат вот ту борьбу, которую еще тогда начали. Но что-то, вы понимаете, что в этих условиях, когда что-то может начаться, и у России дела плохи, в этих условиях надо чем-то, что-то поменять в Чечне, что-то начать, что-то делать в Чечне. Понимаете, вот в течение этих процессов все чеченцы начинают, вот все внимание чеченцев, вот просто на этих процессах. И Путин в это время просто затягивает время до того, чтобы понять, что, как ему поступить с Чечней. Посмотрите, вы, наверное, читали, что Рамзан Кадыров очень много времени провол в Дубае. Очень много времени. Я думаю, Рамзан Кадыров прекрасно понимает. И еще, да, его соратник попал в больницу. Отравление там какое-то было, помните? Так что вот все эти факты, если мы сопоставляем, мы получаем вот такую интересную вещь, что Путин уже начинает бояться раскола России, причем он начинает бояться, что это может, это боязнь уже конкретно от Северного Кавказа и конкретно от Чечни. Поэтому надо чем-то, что-то или менять, или чем-то занять, или дать пропаганде такие слухи, чтобы занять народ и так далее. Но если ситуация будет еще хуже, я вот, например, если в Украине, у России дела пойдут еще хуже, я не исключаю, что на самом деле у Кадырова может еще сильнее ухудшиться здоровье. Ну, то есть это все может быть неестественно, вы считаете? Естественно, да. Естественно, это будет неестественно, но реально. Реально у него может ухудшиться здоровье. Что-то не сесть. Ну вот, что касается того, хочу вас также спросить о том, насколько Путин вообще осведомлен в реальности о том, что происходит. Вот поскольку недавнее было его заявление, такое довольно жесткое, на коллегии ФСБ, казалось бы, не в его совсем стиле эти высказывания, не буду их повторять, оскорбительные в отношении тех, кто якобы, по его мнению, раскалывает российское общество. Некоторые эксперты посчитали, что это связано как-то с расследованием издания проекта, где говорилось про недвижимость, которую он, вероятно, подарил Алине Кабаевой и так далее. То есть личная жизнь, это его очень сильно раздражает, когда начинают копать в это. Не знаю, так ли это на самом деле, но Дмитрий Потапенко, например, с которым мы говорили, считает, что Путин вообще не знает про эти расследования, про все. Ему приносят папочки, и в этих папочках нет того, что может его раздражать в папочках. Как вы считаете, какая вообще информация до него доходит, насколько она сейчас вообще может претендовать на объективность, и известно ли ему что-то, что может его действительно вывести из себя? Доносят ли до него эту информацию? Вы знаете, я думаю, да, информацию доносят, потому что, смотрите, ведь понятно же, что он изначально, я верю в то, что когда война началась, он реально не знал реальную информацию. То есть ему врали, врали все, все грабили, все деньги, которые были выделены, которые должны были потратиться на то, чтобы Киев за три дня было. По меньшей мере половина этих ценок была своровано. И чтобы это большое, потому что там миллиарды были затрачены, и чтобы вот этот поток денег не остановился, ему, несмотря на то, что уже в Украине были западные инструкторы, уже в Украине вовсю работали западные спецслужбы, уже вовсю очищали СБУ от агентов, политическое поле постепенно, олигархов постепенно. Вот этот процесс постепенно, постепенно шел. Несмотря на все это, ему врали, чтобы эти деньги, этот поток денег не кончился. Ему врали, что все хорошо, все работа идет. Но они не ждали того, что в один день для них слишком неожиданно Путин скажет, что все, если у нас все так хорошо, тогда мы заходим в Украину. Очень, знаете, в этом вопросе очень такой хороший пример, вот лицо Нарышкина. Ведь он же понимает, он же внешняя разведка, ему все докладывают. Уже понимаешь, какая ситуация на самом деле. И вот реальная ситуация дел вот была на лице и на языке у Нарышкина. Вот представьте, помните его поведение. И Путин даже тогда не догадывался, понимаете, даже тогда не догадывался, почему они вот так все себя ведут. И Козак еще тогда, я помню, предлагал продолжать переговоры, пока что-то там еще не там, если я не обошибаюсь. Вот тогда Путин не понял, почему там все некоторые заикаются просто. Поэтому, помню, что сразу после того, как Киев за три дня не случился, говорили о том, что сначала Суркова изолировали, потом беседу из-за генерала, беседу СФСБ, руководителя пятого отдела изолировали, который занимался Украиной еще тогда, говорили, что он не доверял службе внешней разведки, и он больше доверял СФСБшникам, и именно они занимались, да, контролировали тех же СФРовцев. Так что после того, как уже ситуация вышла из-под контроля, смотрите, почему я точно понимаю, что до него доходит информация. Здесь же очень хороший, очень хороший сейчас индикатор. Это Пригожин. Понимаете, не может до него не дойти информация, не могут ему врать, когда обычные мобилизированные их жены постоянно, и сейчас уже все больше и больше, на камеру жалуются и на камеру говорят о реальном ситуации дела на поле боя. И потом вот это разногласие между Генштабом, ну так мягко скажем, разногласие между Генштабом и ЧВК, это приводит к тому, что один на другого должен донести Путина, и вот в процессе этого доноса не может не выйти на чистую воду вот реальное положение дела. Плюс вот все эти записи, понимаете, я не думаю, что Путин такой дурак, что вообще в интернете, у него нет интернета, он ничего не читает. Все говорят, но я думаю, на самом деле они все понимают. Ведь мы же несколько минут назад говорили о коллективном Путине. Ведь Путин не один, ведь они все, вот эта ставка собирается ихняя, они все понимают, что у них все свои эти рычаги, у них все свои люди везде. Так что не иметь представления, вот это основной кастинок, вот те люди, которые правят сейчас и пытаются изменить ситуацию на поле боя или вообще изменить ситуацию, потому что я думаю, все-таки Лавров что-то предложил Блинкину. Я думаю, что Лавров пообещал что-то, если взамен что-то, да, еще что-то такое было бы, да, передал какой-то план, не знаю, может быть, да, без фотографии, без каких-то корреспондентов, без видео, без съемки они так встретились, непонятно, что кому что передал. Но во всяком случае у него вся информация, вся полнота информации есть, он прекрасно понимает, какая ситуация на поле боя. И вот поэтому, очень интересно, кстати, вы можете посмотреть, смотреть вот эту истерику на пропаганзийских каналах. И вообще вот что интересно, понимаете, иногда, вот я очень сильно обращаю внимание на тех, которые сначала предлагают сбросить атомную бомбу на Лондон, потом предлагают взять Дадзилла Даламанша, взять Польшу. То есть мы еще не начинали. И вдруг эти люди начинают говорить, что все неправильно, что такими темпами ничего не дадем, таким руководством мы ничего не добьемся. все делается. То есть уже такие намеки идут, понимаете. Это не случайно, потому что это тот же, они же, понимаете, это трусы. Это никто вообще. И их зовут никак. И они не могут так осмелеть, чтобы в один момент вот выйти в эфир и сказать какую-то хоть дольку правды, понимаете. Естественно, что им сказали, что надо это говорить. Почему? Потому что Путин уже постепенно начинает не только, кстати, не только Путин, не только они народ настраивает на то, что они воюют с НАТО, они могут не победить, несмотря на нас тоже не смогут победить, понимаете. И так далее. Путин же не говорит, что мы обязательно на поле боя победим. Он говорит, на поле боя Россию победить нельзя. А ведь же он не говорит, что они обязательно выиграют эту войну. Он говорит, на поле боя победить Россию нельзя. А ведь смотрите, это вообще очень относительно. Победа, если даже российские войска отбросят на границе 1991 года, он сможет это объяснить, например, как-то своим пропагандистам, и они все могут как-то врать, соврать, что Россию на поле боя не победили. Не победили, потому что вот те силы, которые были брошены против, вот наши ребята, они остановили такую мощь, вы не представляете, и так далее. Вот такое. Так что, да, ему доносят, и, кстати, у меня вот такое сомнение. Почему мы говорили, что вот коллективный Путин может сбросить коллективного Путин и привести кого-то, разделиться на группировки и так далее. Вот когда вот выступают такие люди, которые, как, например, профессор Соловей. Ну, я не буду пофаминно так называть, это неправильно. Некоторые, да, пропагандисты, которые вообще, их именно я не запоминаю, да, они же, некоторые намекают, что все неправильно в стране. Некоторые намекают, что в этом может быть виноватый Путин сам, понимаете. Это же делается именно, вот, а в эту страховку, эта страховка для тех, которые именно вот этот коллективный Путин, который понимает, что в один момент они могут сбросить Путина. Так что пропаганда сейчас работает на три направления. Первое направление, она делает все, чтобы вот этот дух, да, вот эта мотивация не пропала и усилилась, и все пошли бы на фронт, которые были умирать, непонятно за что. За то, что они против всего мира, и весь мир против них, и не объясняют причину, почему, да. НАТО пыталось зайти в Россию с помощью украинцев, они сначала, этот абсурд, кстати, над которым посмеялись хорошо над Лавровым в Индии, вот типа того. Второе направление, это то, что мы можем не победить, потому что там НАТО, там очень сильная группировка, там все помогают Украине, это уже страховка Путина. Вот если война может закончиться, или перемирие будет, или некоторая затиша будет, может договориться, например, на некоторых уступках, да, Запад убедит типа Украину, во что я не верю, да, что удастся сохранить некоторые территории, которые они захватили после 23 февраля. Вот эта группировка, вот этот тезис для этого, чтобы что-то мы отдали, что-то мы получили, да, мы не победили, но мы не проиграли, потому что был весь НАТО сражалось против нас, это было невозможно. А вот третья еще версия, когда уже начинают намекать, что вот это руководство, это военное руководство, потом это не только военное руководство, потом это коррупция, а потом это вообще все руководство, все неправильно было. Вот это для того, чтобы если надо будет просто избавиться от Путина, все можно было бы свалить на него и привести кого-то вот из этого коллективного Путина. Вот что интересно. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Благодарим вас за то, что нашли время поговорить с нами. Спасибо вам за это интервью и всего доброго. До следующего раза. До свидания.